МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 5 декабря. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. Проблема в бесхозности. Старая трансформаторная подстанция стала причиной отключения электричества в поселке РТИ города Сарань. Реконструировать ее не могут, потому что нет хозяина. Жизнь с чистого листа. В исправительной колонии поселка Карабас реализуется проект «Встреча у ворот». Уже бывшим заключенным помогают вернуться к нормальной жизни. Не кнутом, а пряникам. Педагоги специальной школы для детей с девиантным поведением отмечают, что их воспитанники больше не попадают в криминальные сводки. И теперь подробнее об этих и других событиях. К многочисленным коммунальным проблемам жителей поселка РТИ добавилась еще одна. Уже несколько дней большинство жителей не получают электричества. Как выяснилось, все дело в старых трансформаторах. Однако подчинить их невозможно, потому что они бесхозные. Мирамголь Салкимбаева с подробностями. Тамара Михайловна Ершова говорит о том, что они уже привыкли к тому, что периодически выключается электричество. Примерно один раз в неделю. Но уже через несколько часов электроснабжение восстанавливалось. Сегодня света нет уже несколько дней. Ситуация усугубляется тем, что от электричества питаются и водяные насосы, и котлы отопления. Как признается Тамара Михайловна, аварии, подобные этой, происходят раз в полгода. Но на все с нас собирают деньги. Вот кабель меняли на той тыпушке прошлый год по осени. Ну, тоже уже снег лежал. Мы собирали по тысячу тенге. Потом какие-то там шины меняли. Мы собирали по 500 тенге. И в этот раз, когда вот эта авария случилась, вот четыре дома сделали, они идут другим кабелем вот от этой тыпушке. А мы сидим без воды. Потому что света нет, у нас нет воды. Ни одна скважина не работает. А это причина всех бед – старая трансформаторная подстанция. В очередной раз она дала сбой. Реконструировать ее не представляется возможным, заявляют власти Сарани. Подстанция никому не принадлежит. А потому на нее не могут выделить бюджетные деньги. И все же городские власти Сарани изыскали возможность провести ремонт и подать электричество. Утром мы нашли привлеченные средства, изыскали резервы, организацию сюда позвали. Мы приехали, профессионалы, посмотрели, что здесь нужно оборудование менять. Здесь надо шины, здесь погорели все вставки на трансформаторах. То есть оборудование, которое в Роднице не купишь. Соответственно, вчера в обед, когда мы это поняли, обед это вот с 13 до 2 часов, когда из жары, кабаты, стресс, все сюда подъехали, определились. Мы заказали это оборудование, сегодня получили, сейчас специалисты занимаются. Уже к вечеру трансформаторная подстанция заработала, а жители вновь стали получать электричество. Но это ненадолго, заявляют чиновники, поскольку без надлежащего обслуживания здесь снова произойдет авария. Это лишь вопрос времени. Ближайшая авария будет когда-то все равно. Тем не менее, мы сейчас уже своими силами, за счет привлеченных средств, профессионалов попросили, сделаем здесь необходимые мероприятия, которые долгие годы здесь не делались. Делаем переподключение домов, перефазировка, это называется, и отдадим трансформатор на перемотку, и заменим шину, сделаем рубильники, вставки, ну все, что необходимо в данных случаях. Проблему можно было бы решить, передав этот объект на баланс одной из коммунальных предприятий, например, Караганды-Жарык. Такого мнения придерживаются как чиновники, так и местные жители, которые ежемесячно оплачивают счета за электричество. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Труп мужчины обнаружен в машине на парковке крупного торгового центра. Тело обнаружили сотрудники центра. Предполагается, что труп находился в машине уже несколько дней. По словам очевидцев, мужчина сидел на переднем сиденье, сложив руки за голову. В настоящее время полиция проводит расследование. Отмечается, что уже несколько дней мужчина считался пропавшим без вести. 4 декабря около торгового дома на автостоянке в машине обнаружен труп 63-летнего пенсионера. На сегодняшний день по данному факту назначена соответствующая экспертиза, по которой будет принято окончательное процессуальное решение. Проводится расследование. Решением суда шахта имени Ленина Арселор Миттл-Темиртау оштрафовано из-за нарушения правил по обеспечению антитеррористической защиты. В суде директор шахты сообщил, что не смог выполнить все требования по материально-техническому оснащению из-за отсутствия должного финансирования. Этот аргумент суд счел неуважительным и вынес решение о взыскании штрафа в размере 500 минимальных расчетных показателей. Это свыше одного миллиона тенге. Охранное освещение по периметру объекта также отсутствует, полностью отсутствует. И пятый пункт. Внесены, не внесены корректировки паспорт антитеррористической защищенности. Там по пяти пунктам нарушения, по этому пунктам были, знаете, привлечены, знаете, как юридическое лицо шахта имени Ленина. И к другим новостям. Жизнь с чистого листа. В исправительной колонии поселка Карабас состоялась встреча у ворот. Оказать помощь в социальной адаптации девяти бывших заключенных собрались представители общественных объединений, центров занятости, а также сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы. Встреча у ворот проводится в рамках проекта «Дайте людям шанс». Это мероприятие способствует социальной адаптации осужденных в обществе в первые дни после освобождения из мест лишения свободы. Организаторы встречи отмечают, ресоциализация зависит от многих обстоятельств. Поэтому оказание должной поддержки помогает предотвратить рецидив преступлений и вернуть бывших заключенных к нормальной жизни. На мероприятии присутствовали представители общественных объединений, центров занятости, реабилитации и социальной адаптации. Общими силами они обеспечат беспрепятственную интеграцию освобожденных лиц в социум. Данная акция у нас проводится систематически в рамках оказания социальной помощи осужденным, которые освобождаются из мест лишения свободы и помощи в дальнейшей рейс-социализации уже выйдя на свободу. Где-то помочь трудоустроиться. Сегодня также были представители гора Акиматов, представители центра занятости, которые предлагают те вакантные места, которые на сегодняшний день у них есть. С учетом этих требований, значит, они оказывают помощь их в дальнейшем трудоустройстве. В свою очередь, сотрудники общественных организаций и центров социальной адаптации заявляют, они готовы помочь бывшим заключенным. Безработных трудоустроят, а бездомных приютят. Сегодня участвовала на мероприятии встреча ворот. Наш центр социальной адаптации в городе Сумертау предоставляет бесплатно койко-местное питание. Если требуется документирование, документируем, прописываем, а также первичная медицинская и психологическая помощь. Срок проживания в центре социальной адаптации от трех до шести месяцев. В дальнейшем мы их трудоустраиваем по возможности и трудоустраиваем через центр занятости. Освобожденным из исправительного учреждения предоставили набор вещей первичной необходимости и провели разъяснительную работу. Самих освобожденных такая акция не могла не порадовать. Многие из них признались, это было неожиданно, но приятно. Константин Лапщук заверяет, возвращаться к прошлой жизни он не намерен. Отныне он станет законопослужным гражданином. Сегодня вообще не ожидал. Это первый раз событие такое в Карабасе. Вообще для меня диковинку признаться. Не только для меня, для всех ребят осужденных. Большое спасибо за проявленное. Вообще большое спасибо администрации. Вообще для нас позаботились. Приятно, знаете, приятно до глубины души. Честное слово. Говорю честно, все. Пить больше ни капли. Все. Следует отметить, что данный проект с успехом реализуется в Североказахстанской области. В нашем регионе это относительно новое явление. Организаторы более чем уверены. Оказание социальной, духовной и медицинской помощи освобожденным лицам сможет изменить криминогенную ситуацию в регионе. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Будущее без барьеров. Так называется программа партии Нуратан, которая реализуется уже три года. Она призвана решать проблемы реабилитации и адаптации инвалидов, их интеграции в общество. В областном филиале партии за круглым столом собрались родители детей инвалидов, партийные руководители, представители общественности и государственных органов. Цель мероприятия – найти точки соприкосновения и определить основные проблемные вопросы в работе с детьми с особыми потребностями. Сегодня Караганду нельзя назвать безбарьерным городом. Здесь все еще есть места, куда инвалидам-колясочникам трудно попасть даже с помощью. Особенно это касается общественного транспорта, магазинов, кафе и ресторанов. Что касается детей инвалидов, то им сложно обучаться в городских школах, построенных еще в советское время. Об этом и многом другом шла речь за круглым столом в партии Нуратан. Как обеспечить права детей инвалидов и их родителей в городе? Когда в семье рождается особый ребенок, кому могут обратиться за социально-психологической помощью родители? Как обучить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы оформления индивидуальной программы реабилитации? Мировая практика показывает, что дети с ограниченными возможностями могут вместе с обычными детьми посещать детские сады и учиться в средней школах. Проект инклюзивного образования в городе Карагандии. Как он продвигается? На мероприятии обсудили много проблем, с которыми ежедневно сталкиваются родители детей с особыми потребностями. Это и различные медицинские комиссии, и необходимость в социальной реабилитации. Но самое главное, специалисты госорганов попросту не разбираются в проблемах инвалидов. Такое мнение озвучил советник Акима Карагандинской области Александра Ивкин. Органы здравоохранения очень слабо ориентируются в наших потребностях. Потому что, когда мы приходим в органы здравоохранения, просят выдать нам то или иное направление, те или иные документы, при помощи которых органы медико-фициальной экспертизы порекомендуют нам те или иные компенсационные средства, те или иные социальные услуги, которые зашелим отделы занятости, будут выполнять, то органы здравоохранения не ориентируются в этом деле, не знают, какая нужна коляска, какой нужен подпускник, какая нужна беренка, какие нужны другие услуги и технические средства, как и на саду для реабилитации. Не меньшее количество претензий высказано и в адрес учителей, а точнее всей системе образования. Было отмечено, что с каждым годом в карагандинских школах открывается все больше инклюзивных классов. Однако педагогов-специалистов не хватает. Большая проблема, которую, я считаю, можно решить уже буквально на днях, как на следующем, вот это получение образования для детей по слуху и речи. Как вы знаете, они учатся только до 9 класса. Дальше они никакого образования у нас не получают. Почему не получают? Это вопрос управления образованием. Почему не до 10, 11, 12 класса для детей по слуху и речи? 9 классов на данный момент за 9 класса могут пойти. Только скажем, что в колледж. А если они хотят поступить высшего учебного заведения, то дорога для них закрыта. На сегодняшний день в шахтерской столице проживает более трех тысяч детей с ограниченными возможностями. Реализация программы «Будущее без барьеров» позволит им полноценно реализоваться в жизни, получить достойное образование и постоянную работу. Такое заявление делают партийцы. Вот только усилий партии «Нуратан» и самих инвалидов для этого мало. Участники «Круглого стола» сошлись во мнении, что многие проблемы необходимо решать на уровне профильных министерств. Андрей Тенцер, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Не кнутом, а пряником. В Карагандинской области на протяжении 16 лет функционирует специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением. Данная школа нацелена на воспитание, обучение и социальную реабилитацию несовершеннолетних. Сотрудники воспитательного учреждения отметили положительную статистику и поведали журналистам о тонкостях работы с трудными детьми. Здесь опытные педагоги трудятся над воспитанием подростков, которые демонстрируют агрессивные, аффективные или же антисоциальные формы поведения. Вместо «Кнута» они пытаются воздействовать на подростков добрым словом и делом. Данный метод уже приносит свои плоды. За последние три года имена выходцев в школы не встречались в криминальных сводках. Вообще человеческое отношение строится в чем? В доверии. Семья – что? Доверие. У нас в стенах школы-интерната мы работаем на доверие, чтобы доверять. Дети нам доверили, раскрылись, сказали. А потом, когда ребенок раскрылся, сказал, какой-то у меня в глубине сердца сидит, что-то такое, чтобы он раскрыл, а мы должны помочь этому. А как помочь? Есть наука, есть человеческий фактор, есть любовь, есть соотношение, есть доверие. Этого никто не отменял. В сознании многих людей спецшколы вызывают лишь отрицательные ассоциации. Колючая проволока, решетка, высокий забор. Единственное, что из этого списка на самом деле соответствует реальности – забор. Но не такой уж и высокий. В жилых помещениях обустроен домашний уют, чтобы дети могли расслабиться после долгого дня. Здесь не такие люди, как за пределами спецшколы. Честно, я когда сюда ехала, я думала, что здесь намного хуже будет. Я сюда приехала и удивилась, потому что настолько хорошие дети. И разговоры у них все как бы другая совсем. Основную массу воспитанников подобных учреждений составляют дети, которые систематически пропускают занятия в школах и колледжах. Самая распространенная причина – желание рано повзрослеть. Гораздо реже здесь оказываются криминогенные подростки. Согласно судебному постановлению, срок пребывания в школе может колебаться от одного месяца до года. Возрастная категория учащихся от 11 до 18 лет. В настоящее время здесь содержится 24 ученика. Плохого окружения не было. Сам по себе работал. Поэтому как бы и учебу прогуливал. Бывало такое, я даже дома не ночевал. Работал не то, что там дома были какие-то трудности для себя на карманные расходы. Когда даже не работал, подрабатывал где-то грузчиком, где-то на СТО помогал. В спецшколе дети, которых принято называть трудными, попадают в совсем иную обстановку. Библиотека, тренажерный зал, собственная теплица, трудовые мастерские, хлев, парк сельскохозяйственной техники. Здесь есть все, чтобы увлечь молодое поколение. Подросткам прививают трудовые навыки по четырем направлениям. Ремонт сельскохозяйственной техники, столярное дело, повар-кондитер и швейное дело. По окончании профильных курсов каждому из них вручают сертификаты. Призовые места в различных мероприятиях внушают ребятам гордость за их достижениям. Дальнейшая судьба подростков не остается без внимания педагогов. Между специальной школой и учебным заведением, куда возвращается ребенок, поддерживается постоянная связь. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский русский драматический театр имени Станиславского на 14-м международном фестивале русских театров в Йошкар-Оле получил высокую оценку жюри. Итогом фестиваля стали сразу три диплома престижного международного театрального осмотра. В этом году в Йошкар-Оле встретились русские театральные коллективы из Марийской Республики, Еревана, Сербии, Испании, Венгрии, России. Всего более десяти стран представили свои театральные коллективы. Продновали имени Взора, но они хотели видеть на разных авторах русской классики увидеть свои методовые. В итоге, дожевать звезда безумия на матах. Чему мы безмерно рады, потому что тоже один из сильнейших спектаклей виртуарах театра Никонстанченко Сергеевича Станислава. Выбор спектакля оказался правильным. Молодой приглашенный режиссер Станислав Васильев из России нетрадиционно интерпретировал постановку. Обычно эту пьесу Островского ставят как мелодраму и забывают, что автор определил ее жанр как комедия. Васильев сделал спектакль как закулисную историю провинциального театра и не прогадал. В номинации за верность русскому театру победила Ирина Немцева. Много хороших отзывов о спектакле, об актерах, в целом о театре. Три награды. Первая награда, я считаю, что это высший пилотаж, это лучший актерский ансамбль. Актеры нашего театра восхищены той помощью, которую им оказали в Южкороле. Ведь приезд на фестиваль оказался сюрпризом. Вылет задержался на несколько часов. Но все было сделано грамотно встречающей стороной и сообща устанавливать декорации оказалось не так трудно. Интересное решение режиссера Васильева вплести в действие спектакля оркестрантов было принято на ура. В спектакле участвовали как основные актеры театра, так и молодежь. И стало приятной неожиданностью, что Павлу Авдюкову за роли Пети Миловзорова был вручен диплом «Надежда». Нет, ну это неожиданно было. Я не ожидал, что так произойдет. В принципе, я считаю, что это коллективное дело. И награда, соответственно, тоже коллективная. Я считаю, что в равной степени это относится к каждому из нас. Для меня особенно ценным на этих гастролях и на фестивале было чувство партнерства не только на сцене, но и в этажных вопросах. Впереди у номинанта международного конкурса в Южкороле за лучший актерский ансамбль Карагандинского театра имени Станиславского предполагается ввозим конкурсных поездок в Сербию, Германию, Санкт-Петербург, а еще и гастроли. Хватило бы средств, а Казахстан наш театр всегда представляет с самой лучшей стороны. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганда встретила своего героя. На днях из Колумбии вернулся Нуржан Сейдаули, который завоевал для Казахстана золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу. В Карагандинском аэропорту чемпиона встречали родные, коллеги и друзья. Чемпионат мира по джиу-джитсу стартовал 24 ноября в столице Колумбии в городе Богата. В честь нашей страны защищали 24 бойца, завоевав для национальной сборной два серебра и пять бронзовых медалей. Во второй день чемпионата отличился Нуржан Сейдуали, поборов бронзового призера чемпионата мира 2016 года Роджера Сальмана из Бельгии. В итоге наш земляк стал чемпионом мира по джиу-джитсу весовой категории до 56 килограмм. Новоиспеченного чемпиона встречали родные, друзья и коллеги. Нуржан отмечает, что самой большой проблемой в Колумбии стала акклиматизация. Во-первых, трудность это была сама Колумбия. Приехать было 12 часов разницы. Адаптация, два дня только было для адаптации. Мне это было очень тяжело. Я только, получается, за счет того, что я желание победить, только за счет этого. А я так, за два дня я всего спал 7 часов. Мне надо адаптаться на время, на сон у меня не был. Маджитера рассказывает, путь к победе был долгим. Спонсорскую помощь спортсмену оказала компания Шубар-Коль-Кумер, в которой он занимает должность маркшейдера. Большое очень спасибо Шубар-Коль-Кумер, администрации, его президенту. Они являются спонсорами, с выездом в Колумбию очень помогли моему сыну. И очень хорошо поддерживали его. За все время, когда он боролся, до его отъезда, очень хорошо поддерживали, поднимали его стимул, как говорится. Стоит отметить, что впервые золотую медаль для Казахстана завоевал карагандинец. За этой победой кроются многочисленные тренировки и неимоверный труд как самого борца, так и его тренера. Готовились мы в стандартном режиме, ничего нового не делали. Ближе к соревнованиям мы уже начали двухдневные тренировки, то есть два раза в день. Это утром и вечером. Утром мы старались больше работать на сгонку веса. Боружан очень дисциплинированный, ответственный парень, поэтому никогда с ним проблем не было. Мы начинали вместе, то есть мы вместе тренировались по боевому самбо, потом перешли в жил-джитсу, я стал тренером, и он перешел ко мне. То есть мы продолжили, как тренер и ученик, но при этом мы находимся в дружеских отношениях. На этом спортсмен не намерен останавливаться. В его планах участие в азиатских играх в 2018 году. Товжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин